В эфире информационная программа АЛЛАТО, в студии работаю Яна Султан-Джутубеков. Здравствуйте! И смотрите программу. Садр Джапаров признан избранным президентом. ЦИК объявил официальные итоги выборов. За него проголосовали 79,2% избирателей. Наряду с результатами выборов главы государства официально подведены и итоги референдума. Согласно данным, более миллиона кыргызстанцев поддержали вариант президентская республика. В преддверии наступающих морозов НЭСК призывает население к экономе электроэнергии, чтобы избежать дополнительного износа оборудования и затрат на ремонт. Для подачи заявки на получение госипотеки теперь нужно всего полчаса. Об этом сказала председатель правления госипотечной компании Эльмира Абджапарова. Садр Джапаров признан избранным президентом. ЦИК объявил официальные итоги выборов. За него проголосовали 79,2% избирателей. Уже идет подготовка к инаугурации. Новый глава государства вступит в должность 28 января. Торжественная церемония состоится в Национальной филармонии имени Тухтугулла Сатылганова. Садр Джапаров принесет присягу в необычных условиях. Меры безопасности повышены. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Внимание уделено особое. Как проходит подготовка к инаугурации, расскажет Аяна Юшикиева. Избранный глава государства Садр Джапаров принесет присягу 28 января. В филармонии имени Тухтугулла Сатылганова, где пройдет торжественная церемония, подготовка идет полным ходом. Уже известен и список приглашенных гостей. Среди них политики, представители научных кругов, творческой интеллигенции и не только. Однако число гостей инаугурации в связи с пандемией сокращено. Около 70% приглашенных на инаугурации – это простой народ, простой избиратель. Основной упор мы сделали именно на этот контингент. Часто задаются вопросы о том, какие главы государства со стихи с нами перебывают. Это внутренняя государственная процедура. Ни один глава государства, они не были приглашены. Приглашены те международные организации, где Кыргызская республика является членом данной организации. Также дипломатический корпус, окрептованный городом Бишкек. Для подготовки к репетициям и проведению церемонии и инаугурации центральные улицы временно перекроют для движения транспорта. Сейчас идет подготовка к церемонии. Несколько центральных улиц были временно перекрыты. Из-за репетиции дороги будут перекрыты и в следующие дни. А уже ближе к 28 января будет известен точный список улиц, которые будут временно перекрыты в связи с проведением инаугурации, чтобы граждане могли выбрать альтернативные маршруты движения. Мы просим прощения за доставленные неудобства. Садыр Джапаров признан избранным главой государства. Объявляя официальные итоги выборов, ЦИК сообщил, что за него свои голоса отдали 79,2% избирателей. Центральная избирательная комиссия постановила считать Джапарова Садыра Нуркожевича избранным президентом Кыргызской республики, зарегистрировать Джапарова Садыра Нуркожевича президентом Кыргызской республики и при вступлении в должность президента Кыргызской республики выдать Джапарова Садыра Нуркожевича удостоверение об избрании президентом Кыргызской республики, знаки отличия, нагрудный знак и штандарт президента, выгравированные фамилией, именем, отчеством и датами срока полномочий. Сложности организаторам создает пандемия коронавируса. Эта инаугурация состоится при повышенных мерах безопасности в составе Оргкомитета и министр здравоохранения. Санитарно-эпидемиологические нормы соблюдены строго, а приглашенные на церемонию будут сдавать ПЦР-тесты. Образован Оргкомитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность избранного президента. Исполняющий обязанности главы государства Турагаджор Кукинеша Талант Мамытов подписал соответствующий указ. Главой Оргкомитета назначен руководитель президентского аппарата Сюембек Тасмамбетов, его заместителями председатель ЦИКа Нурджан Шаилдебекова и исполняющий обязанности премьера-министра, первый вице-премьер Артем Новиков. Кроме того, в Оргкомитет вошли руководитель аппарата правительства министр Бахтыбек Аманбаев, руководитель аппарата Джор Кукинеша Алмазбек Сабарбеков, начальник генштаба вооруженных сил Талайбек Умуралиев, а также министр иностранных дел Руслан Казахбаев, внутренних дел Улан Ниазбеков, чрезвычайных ситуаций Бобек Аджикеев, финансов Каялбек Мукашшев, здравоохранения Алым Кадыр Бишналиев, культуры, информации и туризма Нурджикит Кадырбеков, председатель ГКМБ Камчебек Ташиев, исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулебаев, гендиректор КТРК Бахтиар Алиев, руководитель ТРК седьмой канал Алтымбек Джумаев. Исполняющий обязанности президента Турагаджу Кукинеша Тавант Мамытов подписал указ о прекращении полномочий премьер-министра и правительства. Так, в связи с официальным опубликованием циклом результатов выборов президента и подачей заявления Садыра Джапарова о сложении полномочий премьер-министра постановляется принять заявление Джапарова о сложении полномочий премьер-министра и освободить его от занимаемой должности, считать действующий состав правительства ушедшим в отставку, установить, что члены правительства исполняют обязанности до формирования нового состава правительства, возложить исполнение обязанностей премьер-министра до формирования нового состава на исполняющего обязанности первого вице-премьера-министра Артема Новикова. Сырбай Мусаев назначен председателем национальной комиссии по государственному языку при президенте. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Турагаджу Кукинеша Тавант Мамытов. Другим указом Назарков Ищекиев освобожден от должности председателя национальной комиссии по госязыку при президенте согласно поданному заявлению. И наряду с результатами выборов главы государства официально подведены и итоги референдума. ЦИК признал состоявшимися всенародное голосование по определению дальнейшей формы правления. Согласно данным, более миллиона кыргызстанцев поддержали вариант президентской республики. Когда, как чуть более 150 тысяч граждан проголосовали за парламентскую форму правления. Выбирая нового главу государства, кыргызстанцы параллельно выбрали и другую модель госустройства. Согласно предварительным данным экзит-пола, большинство граждан тяготели президентской республики. Официальное подтверждение озвучил и Центрисбирком. По их данным, более 80% от числа участников референдума, принявшие участие в голосовании, выбрали президентскую форму правления. В соответствии с протоколом, утвержденным Центральной избирательной комиссией, число участников референдума, включенных в список участников референдума, составляет 3,563,574 участника референдума. Из них приняли участие в референдуме 1,394,218 участников референдума, что составляет 39,12% от общего числа, включенных в список участников референдума. На основании данных итогов голосования референдум по определению формы правления Кыргызской республики признан состоявшимся, поскольку в соответствии с консольным законом о референдуме референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 30% участников референдума, включенных в список участников референдума. Эксперт выбор кыргызстанцев связывает с позицией уже выбранного на сегодня главы государства, ведь процент сторонников этой формы правления схож с процентом голосов, полученных им на выборах. Дяпаров обещал, что нужно, агитировал, что нужна нам президентская форма правления, и референдум показал, что те люди, которые шли за Дяпарова, проголосовали за него, они автоматически проголосовали за президентскую форму правления. Это связано с этим. Если что касательно о знаниях населения, о формах правления, они далеки, естественно. Люди у нас голосуют не по программе, не по принципам, и многие не знают о формах правления. Необходимость стабильного правительства, способного не только реализовать поставленные задачи, но и нести ответственность за свою работу, отмечали ранее как местные, так и международные политологи. События октября 2020 года лишний раз показали то, что государству вновь нужно задаться вопросом, а что делать дальше. Начавшийся период застоя, который продлился с 2010 года, породил настоящую стагнацию во многих важных аспектах, главным из которых стала экономика. После событий 2010 года народ Кыргызстана ждал кардинальных перемен, но вместо бурного развития население столкнулось с вяло текущим ритмом в жизни и развитии страны. До октября прошлого года не было ясно, как и куда придет Кыргызстан с подобным подходом, точнее с полным его отсутствием. Будет президент отвечать сам, потому что уже на сегодня невозможно будет перекинуть вину на другую сторону, имеется в виду на парламент или раньше как парламент перекидывал на правительство, правительство на президента. То есть был такой своеобразный порочный круг и никакой ответственности. То есть когда называли коллегиальную ответственность парламента, это означало отсутствие ответственности. На сегодняшний день мы знаем, с кого спросить, то есть это будет президент. То есть сегодня если будут какие-то ошибки, то все камни полетят в его сторону. После принятия новой конституции вся ответственность за страну, за ее целостность и развитие, за судьбу каждого гражданина ляжет на одного человека, на его лидера. И перед ним стоит архисложная задача. Поэтому президенту нужна будет помощь, как всех политических сил, так и всего народа. Теперь всем нужно работать во благо страны и общества. Улан Касьянов, Бегсултан Курмамбекулу, Аллато, 24. В Соединенных Штатах теперь новый президент. На коммуне демократ Джо Байден пронес присягу и стал 46-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации состоялась на ступенях Капитуля. Свою клятву Байден произнес, положив левую руку на семейную Библию, которую держала перед ним супруга Джо. Пронимал присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс. На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Теперь уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп на инаугурацию преемника не пришел. Отметим, в последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году. Сегодня мы празднуем триумф не кандидата, а дело. Дело демократии. Немногие люди в истории нашей страны сталкивались с более серьезными проблемами, жили в более трудные времена, чем мы сейчас. Раз в столетие вирус, который незаметно шествует по стране, уносит за год столько жизней, сколько Америка потеряла за всю Вторую мировую войну. Призыв к расовой справедливости движет нами около 400 лет. Мечту о справедливости для всех больше нельзя откладывать. Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Второй звездой церемонии стала Камала Харрис – первая женщина и первая темнокожая американка южноазиатского происхождения, приведенная к присяге в качестве вице-президента. Таким образом, в полдень по местному времени начался отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена. После инаугурации 46-й президент Соединенных Штатов практически сразу же приступил к работе. Уже через несколько часов он подписал серию указов, зачеркнувших наследие Дональда Трампа и изменивших курс страны в вопросах эмиграции, расового равенства, борьбе с пандемией коронавируса и изменением климата. США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Третий указ, который я подпишу на ваших глазах – это обязательства, которые я взял на себя. Мы присоединяемся к Парижскому климатическому соглашению с сегодняшнего дня. Уже в момент принятия присяги Байден изменил тон американской политики. «В этот январский день я всей своей душой стремлюсь к тому, чтобы объединить Америку, наш народ, нашу нацию. Я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этом деле. И вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Америка прошла серьезные испытания, и мы стали сильнее благодаря этому. Мы восстановим наши альянсы и снова будем взаимодействовать с миром». При поддержке Харрис уже было обнародовано самое амбициозное предложение Байдена об иммиграции. Это законопроект, который предоставит законный статус и путь к получению гражданства любому человеку, находящемуся в Соединенных Штатах. Речь идет о примерно 11 миллионах иммигрантов. Кроме того, будут сокращены сроки ожидания членами семей получения грин-карт за пределами США. Отметим, для нового президента всегда важны первые 100 дней пребывания у власти. Байдену предстоит многое сделать, но в своем дебютном обращении к нации он просто сформулировал главную идею. «Единство – это путь вперед, это исторический момент, и этот вызов мы должны встретить, как Соединенные Штаты Америки». Исполняющий обязанности вице-премьер-министра Максат Мамуткана в ходе рабочей поездки в Оржскую область провел совещание с руководителями правоохранительных и силовых органов по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране. Мамутканов отметил, что 10 января на высоком организационном уровне состоялись досрочные выборы президента, и что правительство выполнило свое обещание, данное народу по проведению честных и справедливых выборов. Ситуация в стране стабилизировалась, теперь необходимо все внимание обратить на экономику. Стабильная общественно-политическая ситуация в республике имеет решающее значение для социально-экономического развития, создания условий по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства, сказал Мамутканов. Словым органам даны поручения по исполнению возложенных на них задач. Два человека скончались от коронавируса за последние сутки, еще 155 заразились. Большинство из них – жители Бишкека и Чуйской области. Врачи призывают соблюдать санэпиднормы, особенно если контактировали с иностранцами или были за рубежом. В Баткенской, Таласской и Нарынской областях ситуация с заражением коронавирусом снизилась к минимуму. Там в полной мере решено возобновить обучение как для школьников, так и для студентов, чего не скажешь о ситуации в Чуйской области и Бишкеке. Здесь по-прежнему остается высоким риск заражения. Выздоровела и выписана с лабораторной клиникой эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 136 пациентов. Всего с начала эпидемиологического процесса выздоровело 79 509 пациентов. Из всех пациентов, находящихся на стационарном лечении, 4 человека в удовлетворительном состоянии, что составляет 0,5 процентов, 446 человек в состоянии средней тяжести, что составляет 62,9 процентов, и 225 тяжелые и 33 пациента, это в крайне тяжелом состоянии, что составляет 4,6 процентов. Из-за продолжающейся пандемии в Европе международный аэропорт Манас ввел еще ряд правил для защиты от нового штамма вируса. Так, с 23 января граждане, въезжающие в страну, должны представить ПЦР-анализ. Также каждый авиапассажир будет заполнять специальную анкету. При регистрации на посадку из зарубежных стран граждане Кыргызской республики иностранные граждане и лица безгражданства предъявляют представителям авиакомпании результаты ПЦР-исследования, свидетельствующих о отсутствии COVID-19. На аборт допускаются лица только с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции и наличие справки об отрицательном ПЦР-исследовании. Дополнительно включены анкеты прибывающих в Кыргызской республике. Данные анкеты будут раздаваться авиакомпаниям на борту воздушного судна. По прибытию в Кыргызской республике в аэропортах Манас, Ош и Иссык-Куль пассажиры обязаны передать данные анкеты сотрудникам СКП. Между тем, сейчас в больницах лечения от ковида получают 708 пациентов. Свыше тысячи заразившихся лечатся дома под наблюдением семейных врачей. Минздрав рассматривает вопрос поэтапного проведения вакцинации против коронавируса. В настоящее время ведется расчет для получения американской вакцины Pfizer и холодильных камер, в которых она будет храниться. И только после тщательного изучения ситуации Минздрава и создания соответствующих условий для хранения вакцины в Кыргызстане может начаться иммунизация. Вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, должна храниться в специальном холодильнике при температуре минус 70 градусов Цельсия. Министерство здравоохранения сейчас рассматривает вопрос о подготовке холодовой цепи для ее хранения и планировании проведения вакцинации. В рамках участия в глобальной программе по обеспечению доступности вакцин COVAX в Кыргызстан поступили документы на первую из девяти вакцин Pfizer. Однако для хранения этой вакцины необходимо обеспечение холодовой цепи в минус 70 градусов. В стране таких холодильников не имеется. Минздрав продолжает работу по рекомендации и рассмотрению ВОЗ относительно вакцин в рамках механизма COVAX. В Кыргызстане предварительно подсчитали, сколько человек будут вакцинированы от коронавирусной инфекции. Для вакцинации определено около 1,2 млн граждан, что составляет 20% от общей численности населения. «Все по разуму относятся к вакцинации. Некоторые обеспокоены. Но мы должны отметить, что вакцина может снизить уровень смертности. В настоящее время рассматривается вопрос о поэтапном проведении вакцинации. В первую очередь, вакцинировать будут медиков и лиц, находящихся или работающих в зоне высокого риска». Между тем, исполняющая обязанности вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдеева сообщила, что до июня в Кыргызстане вакцинация от коронавируса не начнется. «Согласно Минздраву, по Ковакс предложили 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек. Минздрав посчитал нерациональным закупать холодильные установки на 2 млн долларов, так как будут еще предложения по другим вакцинам. Хотелось бы отметить, что некоторые другие страны, например, Турция и Объединенные Арабские Эмираты, используют китайскую вакцину. Вакцину российского производства планируют использовать в Казахстане. Поэтому сейчас мы на стадии переговоров и рассмотрения других вариантов. Но точно могу сказать, что до июня 2021 года вакцинация в нашей стране не будет развернута». Отметим, Кыргызстан участвует в глобальном механизме Ковакс по обеспечению доступности вакцины от коронавируса. В его рамках в стране предложено 9 различных вакцин. Первая из них – вакцина от Pfizer. С 23 января для граждан, прибывающих в Кыргызстан авиатранспортом, обязательно наличие справки об отрицательном ПЦР-анализе на COVID-19, проведенном за последние 72 часа. Об этом было сказано на заседании оперативного штаба. Отметим, что новый алгоритм проверок для прибывающих в страну лиц был разработан для недопущения ввоза и распространения коронавируса, в том числе мутированного так называемого британского штамма COVID. Это санитарно-карантинный пункт Международного аэропорта «Манас». Врач-эпидемиолог Денислан Сатаркулов работает здесь с начала пандемии. Его работа заключается в непрерывном наблюдении за температурой тела прибывающих пассажиров. Я сижу за стационарным тепловизором. Как только он фиксирует повышенную температуру тела у человека, он начинает подавать сигнал и указывать на объект. Мы сразу отводим пассажира в изолятор, заново меряем температуру и только после отпускаем или отправляем на дальнейшее обследование. В связи с новым алгоритмом проверок, прибывающих в страну, работы прибавилось. Мы работаем в новом темпе и с задачей не запустить новый штамм коронавируса в страну. Врачи санитарно-карантинного пункта в сутки осматривают от 900 до 2500 прибывающих граждан. У нас, как вы знаете, новый штамм не зарегистрирован, но по данным источников, она зарегистрирована Российской Федерации и других странах. Поэтому, естественно, учитывая нашу миграцию, мы готовы предупредить завозу о распространении данной коронавирусной инфекции. Она до конца не изучена, этот данный вирус штамма, но на основании данных ученых она более контагиозной, она быстро передается и тяжелое течение. А вот алгоритм для прибывающих авиарейсом. Алгоритм для прибывающих авиарейсом. Кыргызстанцы и иностранцы при посадке на рейс в Кыргызстан должны иметь справку о наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный за последние 72 часа. На борту самолета пассажирам раздают анкету прибывающего в Кыргызстан. При въезде в Кыргызстан на аэровокзалах пассажиры предъявляют сотрудникам санитарно-карантинного пункта справку и заполненную анкету. Пассажиры должны быть в масках и использовать антисептики как на борту самолета, так и при прохождении пограничного контроля. Если бортпроводники передали информацию об обнаружении пассажира с симптомами коронавируса, то определяются контактные лица. Это сидящие на передних двух, задних двух и одном ряду сбоку в самолете. Специалисты СКП проверяют температуру тела, прилетевших с помощью спецустройств. Если клинических проявлений нет, то пассажиры следуют дальше по своим направлениям. Если они есть, то и госпитализируют врачи и центры экстренной помощи в места, которые определяет Минздрав. Борт самолета и санитарная зона подлежат дезинфекции. Нужно отметить, что в санитарно-карантинных пунктах организуют лаборатории, чтобы взять у пребывающих в страну лиц ПЦР-анализ по истечению трёх суток. Мы вчера проводили совещание с участием авиакомпании, с участием представителей Министерства здравоохранения. Для них организована будет здесь лаборатория. Лаборатория не только у нас в Манасе, а в Аше и Сукуле. Таким образом, в целях предотвращения завоза нового штамма коронавирусной инфекции приняты повышенные меры безопасности. Отметим, что при пересечении госграницы через автомобильные пункты гражданам Кыргызстана, иностранным гражданам и лицам без гражданства также необходима справка с отрицательным ПЦР-анализом. Даяна Джумабекова, Азамат Кадыртуктоев, Аллато, 24. Исполняющий обязанности премьер-министра, исполняющий обязанности первого вице-премьера Артём Новиков провёл совещание по прохождению текущего осенне-зимнего периода. Он отметил, что текущая ситуация в энергетическом секторе указывает на острую необходимость кардинальных реформ в системе. По его словам, растёт дебиторская задолженность среди потребителей, уровень потерь в электроэнергетике вырос до 12,4%. При этом на ремонт и закупку нового энергетического оборудования ежегодно выделяются сотни миллионов сумм, а процент потерь только увеличивается. Необходимо изучить все документы по модернизации энергетических объектов, изношенность сетей и оборудования и вывести обоснованный уровень потерь в энергетической системе. Сказал он, Артём Новиков подчеркнул, что осенне-зимний период будет пройден без каких-либо ограничений, но необходимо думать на перспективу. По итогам совещания Госкомитету промышленности, энергетики и недропользования совместно с НЭСК до 15 февраля дан ряд поручений. Период 2020-2021 года показывает острую необходимость проведения кардинальных реформ в энергетическом секторе страны. Вы видите, что постоянно, фактически, мы зависим от двух ключевых факторов. Запас воды в Токтагульском водохранилище и импорт электроэнергии. В случае отсутствия первого или второго компонентов, прохождение осенне-зимнего периода становится крайне сложным. Кроме того, растет дебиторская задолженность по распределительным энергокомпаниям. Сама тенденция и сам уровень потерь в 12,4% в прошлом году – это несопоставимый высокий показатель. Мы каждый день вкладываем сотни миллионов, миллиарды в ремонт и замену сетей РЭК, но уровень потерь растет. Надо посмотреть еще раз нормативы, посмотреть объем вложенных средств за последнее время в модернизацию и развитие энергостей. В том числе были привлечены большие кредитные ресурсы на эти цели, но уровень потерь не снижается. Здесь есть над чем подумать в этой части. В преддверии наступающих морозов НЭСК призывает население к экономии электроэнергии, чтобы избежать дополнительного износа оборудования и затрат на ремонт. Так, 6 января во время сильных холодов было израсходовано 73 миллиона 97 тысяч киловатт-часов. Это максимальный уровень потребления за все время существования энергосистемы страны. Достанка Сканов расскажет подробнее. На электрической подстанции Восточно-Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей установлены включатели нового образца, которые при неисправности линии электропередачи автоматически отключаются до устранения неполадок. Если на линиях или где-нибудь неисправность или короткое замкание, у нас автоматически они автоматически сработают. И поврежденный участок мы дальше не распространим. И если где-то на каком участке, на тех выключателях отключатся. Не все отключатся, а именно на тех выключателях. 6 января во время сильных холодов было израсходовано 73 миллиона 97 тысяч киловатт-часов. Это максимальный уровень потребления за все время существования энергетической системы страны. В вечерние часы максимальная мощность потребления составляла 3317 мегаватт. При этом рост потребления электроэнергии фиксировался и в северной, и в южной частях системы. И в этой связи Национальная электрическая сеть Кыргызстана призывает кыргызстанцев экономить электроэнергию во избежание перегрузок на оборудовании. На следующих выходных тоже ожидается похолодание и также произойдет рост потребления электроэнергии. Это может привести к аварийным отключениям, выходу из строя оборудования. Выход из строя оборудования и время восстановления зависит от характера повреждения оборудования. Если характер повреждения будет серьезный, то возможно потребуется от нескольких суток и так далее, и более. Эксперты рассказывают, что статистика потребления электроэнергии в стране растет с каждым годом. Если потребление допустимой нормы будет постоянно превышаться, то это может привести к крупным авариям. Вот энергетики постоянно говорят, чтобы потребители без особой нужды не включали электроприборы, однако никто их не слушает. Я считаю, что граждане должны отключать телевизоры и другие приборы потребления электроэнергии. Тогда и ситуация улучшится, и аварийных отключений не будет. Перегрузки на оборудовании наблюдались во всех областях республики, что увеличило его износ. К 16 января, когда в стране потеплело, расход электричества снизился до допустимого уровня. Однако в преддверии наступающих морозов НЭСК призывает население к экономии, чтобы избежать дополнительного износа оборудования и затрат на ремонт. К примеру, в декабре 2020 года месячное потребление электроэнергии составило 2,086,203,000 кВт-ч, тогда как по плану ожидался расход 1,886,000,000 кВт-ч. В Джалабаде резко выросло потребление электроэнергии. С 1 по 19 января потребление в несколько раз превысило установленный лимит 147,263,984 кВт-ч. Это привело к перегрузке оборудования, что увеличило его износ. За 19 дней потребление электроэнергии в Джалабадской области составило 154,915,434 кВт-ч, что превысило лимит на 7,651,000 кВт-ч. По словам специалистов, это связано с тем, что жители используют большое количество электроприборов. По нашей оценке, больше всего электричеством сейчас пользуются именно жители области. Это около 70-80% из-за пандемии. Большая часть предприятий не работала, поэтому они не превышали лимит. В городе Джалабад есть домохозяйство, которое ежемесячно использует электричество на 42,369 сомов. А у некоторых жителей многоквартирных домов эта сумма может составлять от 8 до 10 тысяч сомов. С каждым абонентом составлен договор о технических условиях и правилах пользования электричеством. Но многие сегодня не соблюдают их. Согласно договору, абоненты обязаны ограничить и использование электроприбора с 6 до 9 вечера и утром с 8 до 9. Но никто не соблюдает эти требования. Это и является причиной превышения лимита потребления и нагрузки на оборудование. Для того, чтобы снизить нагрузку, сотрудники Джалабад Электро организовали вечерний рейд, в ходе которого они призвали к экономии электроэнергии и провели разъяснительную работу. Жительница Сузакского района Джипариза Орунбаева относится к ситуации с пониманием. Она экономит электроэнергию, отапливает свой дом углём. Счёт за электричество в месяц у него выходит до 500 сомок. Экономия электричества – это в первую очередь экономия денег. Оплачивать по счетам легче. Я отапливаю свой дом углём, стараюсь пользоваться электроприборами по минимуму. Для того, чтобы не остаться без света в период предстоящих холодов, специалисты призывают пользователей экономить электроэнергию. Нурбек Иманов, Алма Сатаров, Аллато 24, Джалабадская область. Для подачи заявки на получение госипотеки теперь нужно всего полчаса. Об этом сказала председатель правления госипотечной компании Эльмир Амджапарова. Также она добавила, что даже граждане, имеющие жильё, могут получить льготную ипотеку. О том, как не выходя из Дума, подать заявку, смотрите далее. Раньше, чтобы получить госипотеку, граждане должны были собрать ряд документов. Как правило, для их сбора люди тратили в среднем три месяца. Теперь же весь процесс занимает не более получаса. В августе прошлого года для этого был запущен электронный портал geek.kg. Он соединён с системой Tundu, посредством которой и запрашивается вся необходимая информация. Граждане заходят на наш сайт, нажимают кнопку «Подать заявку». Дальше уже регистрация и начинают вводить свои персональные данные, то есть фамилия, имя, ИНН. Второй этап – это уже необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных и оплатить за государственные платные услуги. Третий этап, самый основной этап – это получается подать заявки самой. То есть третий этап после того, как все первые регистрацию, оплата, согласие подали, третий этап – это нужно сформировать заявку, там указать, какой именно продукт хочет гражданин. Хочет он приобрести готовое жильё, либо построить жильё, получается, если у него есть земельный участок. Председатель правления государственной ипотечной компании сказала, что ряду заёмщиков будут снижены ставки по госипотеке. Также вышло распоряжение правительства об уравнении ставок для бюджетных работников до 6-8%. Мы над этим сейчас работаем, сейчас осуществляются некоторые процедурные вопросы. И также нам надо провести некоторую работу с банками. Я надеюсь, что с 1 февраля мы сможем это реализовать. К сожалению, с 1 января это сделать нам не представляется возможным, хотя распоряжение вышло 31 декабря. И с тем, что с 1 января 2021 года снизить, это требует определённых подготовительных работ. Председатель ГИКа также добавила, что получить люготную ипотеку может даже граждане, имеющие жильё. Напомним, ранее в госипотечную компанию могли обращаться только те заёмщики, которые не имеют жилья и живут и работают на территории Кыргызстана. Структура отличается от частных компаний тем, что находится под надзором Нацбанка. Её депозиты защищены профильным агентством. Контракт делится на две части. Период накопления и период финансирования. Допустим, человек, который желает купить новое жильё, сделать ремонт в последующем капитальный, расширить жилплощадь и так далее, он может заключить контракт и минимум 3 года он должен копить. Период накопления может длиться от 3 до 10 лет, но 3 года это минимум. После завершения периода накопления, когда он накапливает нужную половину нужной ему суммы, данная компания, ЖСКК Акбусуго, не ГИК, даст ему нехватающую вторую половину суммы в виде льготного долгосрочного ипотечного кредита. В стране спрос на ипотечные кредиты достаточно большой на сегодняшний день. На портале компании ГИК зарегистрировано более 6 тысяч человек, которые запрашивают более 9 миллиардов сумм. По словам Эльмира Абджапарова, для того, чтобы привлечь инвестиции, ГИК работает с международными донорами. За 20-й год компания смогла привлечь более 337 миллионов суммов. До Стангасканов, Ирланд Жунушалиев, Нуркамеля Санов, Аллато 24. Для поддержки безработных граждан запущен краткосрочный учебный курс, организованный Министерством труда и социального развития. Граждане старше 16 лет смогут освоить любую профессию за короткие сроки. Курсы длятся от 1 до 6 месяцев. Стоимость варьируется в пределах от 3 до 7 тысяч сумм. Подробнее об этом в материале Аяны Байзаковой. Безработица в Кыргызстане считается самой актуальной темой. На данный момент зарегистрировано более 140 тысяч безработных граждан. Чтобы хоть как-то разрешить этот вопрос, Министерство труда и социального развития организовало проект, по которому лица с ограниченными возможностями могут обучаться бесплатно. По словам исполнительного директора фонда развития навыков, сейчас наиболее востребованными профессиями являются официанты, электрики и сварщики. По окончанию курса выпускники 32 профессий имеют возможность трудоустроиться. Изначально фонд развития навыков при проекте была такая установка обучать только рабочим профессиям. Мы обучали только рабочим профессиям. Это вот сварщик, швея, повар, каменщик, тракторист. С этого года мы расширяем свой список услуг. Будут и языковые переводы курса, и администратор, и бухгалтерия, и другие нерабочие специальности. Для безработных граждан на обучение на этих курсах государство выделяет специальное финансирование. Сейчас около 23 тысяч человек получили работу. На их обучение было выделено 38 миллионов сомов, говорит ее начальника управления содействия занятости Минсоцтруда Наргиза Туркебекова. Одним из активных мер на рынке труда, оказываемых услугами Министерства труда и социального развития, является представление обучения, переобучение безработных граждан. И для того, чтобы выявить их навыки и соответствия потребностей рынка труда, мы проводим профориентационную работу. Потом направляем на краткосрочные курсы по договоренностям, которые составили наше территориальное подразделение с учебными провайдерами. И по итогам получения данной профессии оказываем содействие в трудоустройстве. Министерство труда и соцразвития действует как мост между работодателями и специалистами, заключающими трудовые договоры. В прошлом году около 140 тысяч человек были зарегистрированы как безработные. При этом различные компании заявили, что для обеспечения этих людей необходимо более 20 тысяч рабочих мест. В целях удовлетворения потребностей населения в развитии профессиональных навыков, а также содействия работодателям подготовки и повышения квалификации рабочих кадров в короткие сроки, правительством Харгызской Республики было принято постановление номер 550 от 13 ноября 2020 года, согласно которому создано учреждение Фонд развития навыков при Министерстве труда и социального развития Харгызской Республики. ФРН призван оперативно реагировать на запросы работодателей и инвестиционных проектов в целях снижения потребностей в рабочих кадрах на рынке труда. В рамках проекта Фонд развития навыков студенты и люди с ограниченными возможностями смогут пройти курс обучения бесплатно. Более подробная информация размещена на сайте Минсоцтруда. Аяна Байзакова, Беджан Туктусунов, Аллато, 24. Водолазы МЧС провели обучение по эксплуатации водного транспорта, обеспечению безопасности при ЧЭС. Подобные мероприятия проводятся в целях подготовки водолазов к экстренным случаям. Про обучение водолаза спасателей смотрите в следующем материале. Азамат Тутуналиев на протяжении 10 лет работает водолазом-спасателем. Благодаря безупречной карьере он сдал все нормативы в указанный срок. Есть три точки нормативов. На первой точке погружаемся в воду. Перед тем, как выйти из воды, мы должны обследовать периметр. Если человек остался под водой, то мы должны реагировать в соответствии с определенными нормами, которые необходимо соблюдать. Подобные мероприятия являются действенным при спасении граждан в зимний период, поскольку спасатели быстро адаптируются к работе в холодной воде. Ведь спасатели должны быть готовы к погружению всегда. Мероприятия, подобные сегодняшние, мы проводим часто и при разных погодных условиях. Наши спасатели должны быть всегда в боевой готовности. Наши спасатели, несмотря на разные тяжелые ситуации, выполняют свою работу четко. В неделю два раза мы проводим практические занятия. Отметим, водолазы-спасатели проходят медицинский осмотр два раза в год, так как медпоказатели у них всегда должны быть идеальными. «Мы даем разрешение на погружение, если у спасателя нет температуры. Если давление выше 130, то разрешение не даем, так как под водой есть давление». С начала года водолазы-спасатели обнаружили и передали родственникам 82 тела погибших. Водолазы МЧС сейчас работают во всех регионах страны. Отметим, в водолазной службе работают более 10 спасателей. До Станга Сканов, Адянова Молдошева, Руслан Саботаров, АЛЛАТО, 24. С начала года органы внутренних дел Чуйской области продолжают проводить профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями с помощью передвижных приемных пунктов милиции. Сегодня состоялась встреча с местными жителями села Киркшелк с участием более 30 местных жителей и активистов. Были озвучены важные проблемы села, в частности отсутствие светофора при выезде и въезде в село, так как на автодороге Бешкек-Кант наблюдается очень большой поток машин, что создает аварийные ситуации как для пешеходов, так и для владельцев автомашин. Руководство ОВД Сокотинского района взяло на контроль просьбы и замечания жителей и направило письма соответствующие органам. Сейчас в передвижных приемных пунктах милиции задействованы более 24 сотрудников ОВД района, которые, согласно установленному графику, проводят свою работу в усиленном режиме. В Национальной библиотеке имени Лакула Усмонова состоялась презентация книги «Отабиид» писателя Асана Ахматова и заслуженного работника образования Розы Айтматовой. Книга посвящена памяти жертв сталинских репрессий 30-х годов прошлого века, которая затронула и жизнь родителей Розы Айтматовой. Издание является обобщенным вариантом ранее изданных произведений, посвященных этой проблеме. Белые страницы истории. Мой отец как государственный деятель. Роза Айтматовой и человек жив до тех пор, пока о нем помнят люди. Меч и перо Асана Ахматова. Нужно отметить, что роман представляет большую познавательную ценность и предназначен для широкого круга читателей. В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, творческая интеллигенция, научные работники и многие другие. Книга посвящена моему отцу. Значимость книги «Атабиит» заключается в подробностях и передаче характеристики той эпохи, в которой жил отец и его окружение. В ней описываются тяжелые жизненные испытания в годы сталинских репрессий. Мы с автором постарались приложить все свои усилия, чтобы читателю было интересно читать роман. Конечно, это история. И к этому часу у нас пока все. Оставайтесь на общественном Первом канале.